И снова здравствуйте! Мы с вами продолжаем проходить Disciples, продолжаем проходить кампанию за людей. Нам нужно трансфорировать 60% земли, и большая часть земли находится на территории противника. Они все жесткие, но у нас уже есть красный дракон, что несомненно поможет. Что там было в прошлый ход? Я уже точно не помню. В принципе, с гномами можно будет потом повоевать, в крайнем случае. Они тут какие-то не очень сильные. Так, зачем я... Зачем-то я плыл. Уже не могу вспомнить, на самом деле. А, я хотел перейти в другой город. Этим магам. Шпионам надо поискать противника. Пойдет. Так. На этот раз, это будет, скорее всего, последняя серия. По-любому, последняя до победного. Стоит ли ходить в это логово? Что у меня прокачки? А, герой. Еще не максимальный. Я тут немного посмотрел сценарии. Они все, ну, не особо интересные. Тем более, на английском. А, да-да-да-да-да-да. В прошлый раз я на этом и закончил. Потому что они смогли нормально справиться с этим товарищем. Что, хоть сохранился? Здесь вроде что-то интересное. Ни на что бы мой дракон сходил первым. Нет, слишком дорого. Этот древний клинок бесполезен для меня. Да, для нас. Для героя нашего. Но зато много опыта. Черт, не тратить последнее зелье, а еще назад не вернуть без ускорения. Ну, сейчас подумаем, что делать с этим. Можно все-таки потратить зелье. Зачем мне этот клинок? Нет, не хочу. Все-таки не стоит. Нужно поискать город следующий. КП, блин. Ммм, это не поможет. Можно пробовать сделать вот так. А потом сделать ускорение и захватить еще и город. Ладно, если что, сохранение уже есть. Сверяда живучий. Слишком. Да ему этой живучисти не хватит. Отлично. В принципе, неплохо. Тридцатого потратили. Да-да, ты долго умираешь. Я это знал. Все это знают. Делаем одно ускорение. Захватываем город и заканчиваем ход. Это не сложно. Только вот этот момент... Ну ладно, все зарегенилось. Волочью. Грр. Ха-ха-ха. Не замечательно. Что с тобой делать? Тебе прокачать чутка. Вот этот город захватить. Хотя зачем? Мне не надо его захватывать. Каким-то образом... Жезл все тут превратил в мою территорию. Так что... Захватывать его не обязательно. Уговорков тоже не особо не нужно. Так, а вот ты... Да, тебе надо вытащить Жезл. Вспомнил, зачем ты вообще нужна. В принципе, это осталось реально немного. Это будет не такая большая серия, как прошлая. Хотя... Если судить по местности, я еще даже меньшему количеству, чем... Так, ну это... Это безвредно. Жду ваших указаний. Это не на меня. Да и, кстати, вот этот шпион кноми справится с сервером. Вот это хреново. Ладно, потеряли шпиона. В принципе, это было довольно очевидно. Да, шпион справился. Круто. Это, конечно, не особое чудо, что дает. Да кое-что дает. Еще герой. Моя золото! Ну, было бы странно, если бы герой не справился со шпионом. Так. Вот тебе бы дойти до города сейчас и защитить его. Пробуем с ускорением. Блин, одного ускорения не хватит. А свое ускорение у тебя же посох есть? Че так мало? Ладно. Ты даже напасть не можешь. Идиот. Все равно надо как-то идти. Че бы сделать. Молния. 150 ровно, 150 живут. Но герой не помер. У него одно хп осталось по-любому. Ладно, он, скорее всего, не нападет, но зафигачит какую-нибудь неприятную вещь. Ну, вот так сделаем. Если он нападет, то он не успеет на сам город напасть. Ладно, что здесь? Здесь стоит вот чувак, а он просто, по-моему, стоит. Статичный. Бесполезный. И все-таки заменить вот этих двух ребят на еще одного дракона дорого слишком? Ждать столько особо не хочется. Да, и в городе... из города лучше не выходить надолго. Еще один шпион. Куда-то они туда идут. Куда они идут вообще? Это, конечно, будет немножко неприятно, но... не более-менее нормально. Да ты... Не, ну вот это уже очень неприятно. У меня был шанс даже прокачать этого мечника. На самом деле нет, но немножко там подкачать. Ладно, хотя бы он меня в магии зашвыривать не стал. Может, у него мана закончилась? Было бы круто. Ты иди на разведку. Так, здесь мы тоже идем на разведку, только... С возможной загрузкой. О. Ладно. У нас уже нашел город. И вот стоит захватить сразу. Да что вы мне сделаете? Бошары. Почему-то они все время бьют дракона. Я не понимаю, в чем логик. Безумные перчатки. Безумные перчатки. Чем могу помочь? Мой повелитель? Поволився отца. Да, мой повелитель. С этой стороны тоже. Слушай. Так, ладно. Продолжаем. Я загрузился с автосейва, потому что там было... Не важно, в общем, что было. Не с ходом была проблема, а тут скорее... со звуком. Ладно, не важно. По сути, он делает то же самое. Да. Замечательно. Стоит еще раз загрузиться. Что оказывается, есть еще квик-сейв. Я об этом не знал. Так, Титана тебе обязательно надо взять. Мечника. Вот так сделать. Думаю, что выставить. Что он куда-то уходит? Куда они тут, я не понимаю. А тут город-мост. Так они могут захватить лишнюю территорию. Но это раз он не напал. Хотя, по сути, мог. Ух ты. Это жесть, на самом деле. Не самая, конечно, жесткая жесть. Но... Тут надо будет постараться. Еще, блин, один герой. Давай щитом накроемся. И сохранимся обязательно. Сохраниться стоит перед подобными битвами. То мало ли что произойдет в конце кассы. Надо, чтобы герой первый ударил. Отлично. Хотелось бы, конечно, чтобы он еще и выжил, но... Что не получится, то не получится. Да нет, вот это вот вообще неприятно. Один титан, но это плохо. Чем могу помочь? Чем могу помочь? Видимо, этого недостаточно. Нужно что-то еще сделать. Защиту можно повысить, попробовать. Но я даже не знаю, сохранять в второй раз не буду. То есть вообще еще больше сделать защиту. Но, в основном, две атаки не выдержит. Замечательно. Я узнал очень интересную фишку, которая свойственна только первой части. Во-вторых, по крайней мере, нет такой функции. В общем, если сдаваться противнику, то он не получает топ. Вообще говоря, если призвать какого-нибудь существа, использовать его, носить какой-нибудь урон, да, а потом просто сдаться, можно лишить противника опыта, который он бы получил за победу. И это круто. Это интересная вещь. То есть я как бы мог это раньше заметить, но что-то как-то не замечал. Еще один герой с еще одним одинаковым. По-моему, тут какие-то проблемы с именами, они как-то часто повторяются. Точно помню, что побеждал персонажа с именем Баалух. Как Баал, только Баал. Встречаю его снова. Сейчас они все будут бить дракона, как помнишь, идиоты. Я за день восстанавливаю дракону сколько? Сотку? 120, по-моему. Ну и даже больше. Какого-то вон. Короче, намного больше, чем они могли бы нанести. Не, может и не больше, но... Плюс же еще лечение, все такое. Мой повелитель, чем могу помочь? Так. В общем, вот этого. Что-то с ним делать. Я слушаю. Думаю, что мой герой выдержит два нападения подряд. Моя зала, как... Тем более, он первого уровня. Да, они, походу, идут в город захватывать. Ну, пофиг. Надеюсь, мне просто хватит. Если что, можно будет, конечно, сразиться. С гномами в конце. Ну, надеюсь, все-таки не придется. А вот это плохо. Цербер. А, ну ладно, пусть так. Самая неприятная вещь в Цербере, то, что он наносит урон по задним рядам. Все равно нанес. Ну да, в один ход не получилось. А опыта с него придается не так много. Ну, вот тут как раз-таки наоборот. Тут проблем нет. Есть лечение, плюс реген ежедневный. А опыта еще меньше. Так что, ну да. Захватит. Захватит город все равно. Так его не выставить. Хотя, может и нет. Если лвла будет, то... Не, ну не будет лвла, поскорее всего. Этот отряд не очень силен. Да, мало опыта дал. Захватит. 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 Что-то дорого стоит, так-то. А деньги хоть и прибывают довольно быстро, не слишком. Ладно. Загружаться смысла нет. Ну, по 250 золота дается. Так, что тут? Не так себе, компания. Вот здесь золотая шахта, так что ладно. Что-то по ангелу-то бьешь. Всем здорово. Бей по дракону. Вы все время идете по дракону. Ни фига. Мудаки. Мудаки. Что сказать. Монтела здоровья меньше, лечить его слажду. Каждому написали фразочку. Уклинающий меня. Ох, сейчас тогда будет как-то идти до этого города. А тут, по-моему, тупик. Вы точно не уверены? Проверять долго. Не знаю. Сейчас посмотрим, тупик там или нет. Если кто-нибудь придет, значит нет. Отличная проверка. Ну все. Недолго он налетал. Куда ты идешь? О, он идет вниз. Ну, разумеется, за один ход не дойдет. Я тоже только до города смогу дойти. Ну и пофиг. Используем, как обычно, ускорение. Главное, чтобы он снова свою весеннюю стройогнис не использовал. Точнее, не уйдется. Герой-то первого уровня. По здоровью викинг сразу. А вот компания не первая. Пошел ты. 3 хп не долечу. Ничего страшного. Ну, испытаем чутка судьбу. Что сделает он на следующий ход. Блин, мне не нравится то, что у них такие прокаченные солдаты уже есть. Ну, то есть, они до этого были, но они просто берут и нападают с такими прокаченными солдатами. Это уже другое дело. Так. Архангела снова наймем. Все, тут конец карты. С той стороны вроде тоже конец карты. А, но там зато можно что-то что-то вытащить. Какой-то жезл. Это очень сильно поможет. Нет, они, похоже, идут на руины. Ну, ладно. Мне уже не нужно, что бы там ни было. У меня лучший вариант. Какой можно найти при том раскладе, который я выбрал. Вот взял бы я реликты, кого-то Виттерзена был бы лучшим вариантом. И тут сверху тоже город. Судя по всему. В принципе, можно было предвидеть. Куда ты идешь? В этот город, что ли? Ну, его можно попробовать перехватить. Лучше не уходить из города раньше времени. Матские кристаллы я почти не использую. Это... делает их более-менее бесполезными. Ну, теперь все будут бить дракона. Ну, это хорошо. Я его вылечил где-то на 80 хп. Чтоб не нападали с двух сторон, надо захватить сначала этот город. А в том городе поставить какого-нибудь очередного мага. Это ускорение такая хрень. Сего пол хода, а стоит слишком дорого, в общем. Ну, по крайней мере, я могу сделать это дважды. К вашим услугам! Вот! Самый простой бой. Ну, ладно. Он даже урон смог нанести. Зато дали всего пять опыта. Замечательно. Кристаллики хорошие. Пригодятся. Если адские-то мне особо не нужны, а вот те пригодятся. По сути, я только уменьшаю его количество адских кристаллов. Что, конечно, круто. Да, гномы решили, вместо того, чтобы сражаться с демонами, зачистить всю мою территорию, которую я в спешности перестал осматривать. Кто это был вообще? А, я понял. Это был Устанувщик Жезлов, как его там называют. Очередной демон прихерел. Пошел нафиг. Что это ты решил тут захватывать мои города, идиот? Ну ладно. Все довольно просто. Захватываем этот город, а дальше все становится еще прочее. У меня такое ощущение, что у него правда кончились к эти кристаллы. Поэтому он и перестал творить свою хрень. Жалко, конечно, там вряд ли что-то прям такое ценное. Максимум, что может быть какая-нибудь хорошая драгоценность. Но я получаю больше золота. О, этого гнома было что-то с собой. Еще один герой. Почти долетел. И этот герой. Уже сколько вас здесь. Ладно, зато он оставил свой город без какой-либо защиты. Так нет, этот ход надо в нем посидеть. А в этом городе нанимаем архимата. Так, что там у тебя? Ну, нанимаем, как всегда, титана. Нанимаем. Можно попробовать найти лучника. Потому что тогда кто-то точно сразу убьет. Мечник не особо поможет. Лучник, возможно, будет в полезе. Ну, хотя бы в крайнем случае станет с пушечным мясом. Серьезно, он это отведет один выстрел вражеского героя на себя. Если, конечно, не сходит раньше. Он сходит раньше. Но не добьет. Увы. И не отвел выстрел. Хотя, если бы этот идиот выстрелил в лучника, он бы его убил. Так вот никого не убил. Так что все даже хорошо. А что ж ты мажешь-то? Что ж вы все мажете? Кажется, этот герой уже претендует на то, чтобы стать защитником центрального города. Хотя, лучше, конечно, этот кандидат. Потому что у него армия неплохая. Посмотрим. Так-то, если накопится достаточно золота, можно сходить за вторым драконом. О, героя потерял. Сейчас он будет очень долго идти до ближайшего города, чтобы воскресить героя. и еще. Да сколько же у вас денег стоять? Отлично. Именно за империю. Мудак. 33 хп, 45 урона. Эх. Герой помрет. Вот промах бы. Вообще-то почти все померли. Ну, хоть перезагружайся, но... Ладно. Пофиг. Хотя, что пофиг-то? Я рада, что волшебника не смогу воскресить. Или не стану скорее. Так, иди что-нибудь. Лекарские врата разграблены. Там мельница какая-то. Иди, сиди в этом городе. Главное, по пути не помри. Ладно, лучше проходить вперед. Ау. Блин, волшебник это может помереть. Мне его почти никак не спасти. Даже если перезагружусь. А зелья у меня только одно. Можно, конечно, сделать промах. Или все-таки загрузиться на автосейв. О, новый уровень. Последний уровень. Ох. Хватит уже жалеть. Конечно, у меня мало всех этих баночек, всего такого. Но лучше... Лучше не жалеть все-таки. Что, по деньгам? По деньгам полторы тысячи. Мало. Но вот это воскрешение, если все, всех воскрешать, я потрачу 750 монет. Много. Не хочу всех воскрешать. Но волшебника как-то надо все равно воскрешать. Как-то. Да хватит. Самое паршивое, что зелье воскрешения стоит 400. Единственное, возможно, что если воскресить драконов с помощью зелья, это обойдется дешевле. Возможно. я еще не пробовал воскрешать дракона, но по идее он должен стоить реально дорого. Но обычный вот этот самый крутой... Чего бы тебе прокачать-то? Самый крутой типа этот... солдат стоит 400. У нас... наставник мне уже не нужен. Регенерации тоже почти не нужно. Она только на героя работает, так что... Только прокачать атлета, чтобы вообще здоровья было еще больше. Не то, чтобы это полезно, на самом деле нет. к вашим услугам. блин. Хотел, конечно, город захватить. В принципе, можно использовать магию. Сразу захвачу город. да я уже меня уже бесит эта фигня то, что каждый раз он приносит эту силу фрат. Слава богу, у меня есть защита. Так бы волшебник тоже помер. Так что знамена решает. если бы не было знамени, у меня постоянно волшебник помирал. Помирали его более слабые версии. Так, мы просто шли, шли и дошли в конце концов. Чего ты ожидал? Так, карту. охладно воскрешу по-любому героя, по-любому тебя. 400 монет. Где уж тут накопишь на второго дракона? Сколько он там стоит? Я уже не помню. Три с чем-то по-моему, или четыре. О, отлично. Вроде города-то нет. А может и есть, сложно сказать. Возможно, это все один жезл. Скоро уже будет 50%, 1600, 1800, нужно где-то так. Нет, надо наверное 1200, или 1800. короче, думаю, что если захватить всех демонов, уже получится то, что нужно. Ну, вырегентис, а ты смотри, что тут лагерь. Ну, в лагере только прокачка, свитки, а, свитки, понятно, для магов. Что, новый герой, да? Что тут? Еще один проход, и возможно, этот проход ведет уже собственно к столице. Хотя, судя по карте, еще нет. Так, стандартные войска, которые ничего мне не могут противопоставить. Только раздражают. Что-то перестали они свои магии использовать. Я, конечно, не против, но кроме этого, я уже забыл, как его называть, прайзом. В общем, этого зверя никакой другой магии они не используют. Можно по сути еще попробовать захватить город. У кого-то нормально свиток, точнее позор. Воспродажу. Надо посмотреть, что они там продают. Еще подхилимся. Черт, вообще так... бериалом. Мы сражаемся с бериалом. Что-то нигде не было. Ну, кроме того, что всех героев называли бериалом. Точнее, баалом, а не бериалом. короче, не очень логично они это делают. В принципе, то что? Немного осталось. Можно сейчас посмотреть на самом деле. Ладно, ход хороший. 45%. Еще 15%. Ну, так-то, судя по цифрам, еще достаточно много. Не считают полагаться на очищение. Потому что цифры говорят немножко обратно. Чего-то может бы пропало после загрузки. О, он все равно начинается. Так, тут у нас сатана. не сложный в одиночку-то, конечно. Еще, по-моему, что-то. Здесь либо цитадель, точнее, как бы основной город. Так, ставь Жезу. Еще вот эти. Не то, чтобы мне были нужны кристаллы, что-то у меня запринание вообще за пара. Обычно находишь запринание каждой стихии и в принципе переизбытка кристаллов нет. Разве что, если самому не тратить. О, отлично. Потому что захватит город и я не успел перевести героя. Ты опять? Сейчас-то я тебе покажу. У меня же есть голем. Хотя, блин, голема использовать ради такой фигни. Ну, пофиг, а то я что-то как-то редко использую. Голема и вообще что-то заклинание призыва. Нынче редковато использовать. Тут в принципе разницы нет у них максимальный уровень. Как это натишь 70 броней. Ну, В общем, если сдаться, противник не получает опыта. Но сейчас это не особо показано, потому что они все равно бы не получили опыта максимальный уровень. О, я первый. А, одной хп не хватило. А он зато промажет. Так бы помер. А что за пром... Что? У меня еще силовое поле какое-то. Почему вымажете? Хоть так. Ну, все, лукарь у меня максимального уровня. Только героя осталось прокачивать. Счастье. Мне не нравятся лучники. Какие-то никакие бессмысленные. Быстро прокачиваются. здесь... Ух ты! Что это за город такой? В принципе, это нападать на него не обязательно все-таки. мне хочется. Просто опыт-то никто не получит от этого. Дракон вместе со священником. Да-да, урона тебе не хватит, чувак. у меня урона не хватит урона. У меня кстати, сейчас не хватит урона. ты достойный воин ухты знамя войны на точность не такое есть а 2 ну как бы я я думал что два одинаковых ставить нельзя потому что это логично оказывается можно куда 2 знамя то делать так щит отличная вещь за что у меня нет реликвий управление реликвий и точности так достаточно неплохая не стопроцентное что вероятно дело в том что я просто никогда не видел два знамени одинаковых не встречал поэтому и думал что нельзя так делать оказывается можно это тупо но ладно второй части вообще только одно знамя может носиться раз зато можно носить вообще все что угодно дополнительных знамя артефакты там еще новые предметы всякие книг вроде бы нет что-то не встречал ни одной книги вроде там книги убрали чтобы это было плохо или хорошо очевидно что сейчас в первой части книги самая бесполезная вещь из всех во второй части можно было бы все равно оставить потому что если носить дополнительно книги это уже другое дело нежели носить их отдельно в смысле заменяя остальные предметы что вот это такое о но это зачем мазать то чувак сейчас дракона гребет довольно сильно 240 максималка 250 а ну да защита 6 успел хорошо инициатива помогла что здесь хотя бы 1000 монет рок-стойкость драконий щит конечно получше тоже полезная вещь если найти на миссию раньше то отличный реликвия будет так ставь тут тоже жезл где жезла они всю эту территорию сделают моей то где они медленнее городов распространяют территорию вот кажется вот такая вещь давала бы территория хоть что-то то есть зачем она нужна чтобы захватывать всякие ресурсы но это все а можно было бы сделать чтоб на этой территории урон повышался бы или защита как в героях в каких не помню с каких это началось или это не в героях было в какой-то стратегии это было разные классы получали какие-то бонусы на своей территории а это скинс баунти было точно да там расы получали определенные бонусы так что бы сделать то инициативу повысить конечно поможет наверное ну и защиту наверное заодно довольно дикие ублюдки так отлично мой лучший ходит первым блин 45 урона ты же не нанесешь плохо все еще и промазал отлично побоялся что титан бомлет на 108 неплохо если только еще кого-нибудь прокачивать не хочу надо регениться так что у нас в этом магазине ааааа ну блин не херп всякая фигня спринчер гипнотическая атакит конечно неплохо что-то это не очень помогает да мой повелитель разнесем сатану без проблем или с небольшой проблемой нет без проблем только лучше блин сделаем таким образом так пожалуйста надо меня стрелять какой-то стрелять опять кстати куда-то вся магия потерялся у противника что тут такое сейчас глянем мой повелитель 1700 кстати уже близко еще один город наверное и победа будет за нами еще один прилетел хорошо что я до города дошел что там 58 еще чуть-чуть мне кажется здесь столица уже хотя по карте возможно еще какой-то город есть да и после того как смотришь цель да вот она столица с другой стороны выхода получается нет и я немножко зря туда зашел ну да ладно ну да ладно ну да ладно отличная хе-хе-хе вот это круто конечно просто довольно часто после подобных ситуаций мои герои солдаты и герои его начинают мазать типа повезло мне теперь повезло им не очень приятно может просто понатыкать повсюду жезлов и закончить таким образом кампанию но здесь я жезлов поставлю прям прямо нет вот тут просто чтобы территория немножко строилась моим постепенно еще парочку понатыка и все или можно сходить к новым захватить их один город и выиграть компанию велиархоз велиархоза ну что ж ты мне хочешь противопоставить ничего по по хотя бы успел прокачать герои до максимального уровня сожалению 8 максимальный а ну можно захватить еще рудник все победа последний оплот легионов ада был взят империя империя встала с колен и повергла своего врага и колдовской обряд был прерван ну на самом деле он не был прерван это так написали типа чтоб мы не чувствовали что просрали на самом деле все получилось и это плавно подведет ко второй части может хотя хотя может получилось это не в полной мере короче ладно во второй части там будет более интересно в плане сюжета хотя он все равно не такой уж крутой но в общем дальше посмотрим когда имперские войска взяли последний оплот легионов ада священнослужители вознесли молитву всеотцу дабы навеки запечатать врата и завершить его труд начатый 6 тысяч лет назад с победой возвращались они но империя была выщена и земли ее опустили и все же легенды о славных битвах и исчезновении наследника долго будут жить в памяти людской и сказаниях министра и вот собственно все именно это и ожидается при прохождении каждой кампании точнее саги в каждой саге примерно вот такая одна кат-сцена ролик неплохой конечно но только в конце и ну и все так надо выйти отсюда ну и ладно все первую часть в принципе я показал довольно хорошо для себя прошел рассказал что в разных кампаниях сценариях даже если конечно их можно на русский перевести то есть найти русскую версию по сути играешь за одну из возможных трех или четырех или даже двух раз нужно по сути добиться какой-нибудь цели такой эти два остальные я не знаю связаны ли они и сюжетно но по идее нет просто наверное это самый первый а это уже дальше то что накрепали возможно другие игроки или что-то такое и может тут конечно есть что-то интересное ну да не важно но в основном все таки не очень хотя кажется все таки что в этих есть какая-то история но я первую часть посмотрел там особой истории нет просто захватите 50 процентов земли 55 за любую из раз и все ладно в любом случае всем спасибо всем удачи и до следующего раза